Кинопрокат умер, да здравствует Кинотавр. Привет! Это новости кино актерам. Сложно быть в курсе всего происходящего, но мы читаем новости за вас и рассказываем о самом важном. Но главное, мы разбираемся, что это значит для актеров кино. С вами Олеся Грибок, погнали! Субтитры делал DimaTorzok Требует, требует, требует контента. Что же происходит в России? Российское полнометражное кино активно борется за своего зрителя, чтобы он вернулся в кинотеатры. И, если вы не заметили, то сейчас гораздо более активно пиарятся все релизы, которые будут выходить с 1 августа в открывающихся кинотеатрах. Ха-ха-ха-ха! Американских-то релизов не будет! Жесткий кризис в американском кино ничего не снимается, значит, в российских кинотеатрах ничего не выйдет. Поэтому, я думаю, что где-то через год российские продюсеры восстановятся, наберутся силушки и начнут снимать какое-нибудь более или менее российское полнометражное кино. А пока царствует у нас интернет-платформа. В то же время с 1 августа открываются кинотеатры в Москве. В то время как в Подмосковье открытые кинотеатры уже открылись и бесплатно показывают кино. Ха-ха-ха! Бесплатно! На бесплатном кине далеко не уедешь. В документе, опубликованном на сайте мэра Москвы МОСРУ, говорится, что с 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Естественно, с сохранением безопасной дистанции. Что это значит? Как вы думаете, сколько будет стоить билетик в офлайн кино? Мне кажется, что для выживания кинотеатров стоимость билета будет расти. Иначе как можно оправдать половину заполненного зала в кинотеатре? В этом году кинотавр пройдет с 11 по 18 сентября, чему я лично очень-очень рада. Очень я ждала этот фестиваль летом. Слава, спасибо, что он перенесся на осень. Но официальный сайт кинотавра заявляет, что в этом году количество выдаваемых аккредитаций гостям и прессе сокращается. И если зайти на официальный сайт кинотавра и попробовать сделать себе аккредитацию, отправить заявочку, то вы нехитрым умственным трудом поймете, что аккредитация в этом году доступна только для тех гостей, которые планируют проживать в гостинице «Жемчужина». В прошлом году аккредитацию можно было сделать либо за 15 тысяч рублей, и ты можешь жить где угодно в городе Сочи, хоть у дядюшки, хоть у тетушки, либо сделать аккредитацию со скидкой за 9 тысяч рублей и проживать в гостинице «Жемчужина», там, где проживают все официальные участники официального конкурса, все важнейшие долгожданные гости кинофестиваля. Так вот, в этом году есть вот эта стоимость только 9 тысяч рублей за аккредитацию со скидочкой. Соответственно, минимальная стоимость проживания, предлагаемая сайтом «Кинотавра» в гостинице «Жемчужина» 10 с копеечками тысяч рублей за сутки. То есть, если в прошлом году любой актер, желающий отсмотреть весь цвет российского кинематографа, мог по минимальной стоимости взять себе проживание в любом конце города Сочи за 10 тысяч рублей за 8 ночей на минуточку, плюс к этому 15 тысяч за аккредитацию, там 10 тысяч за билеты, мне кажется, даже гораздо меньше, то в итоге максимум за 40-50 тысяч рублей ты мог поехать и кайфануть целую неделю, смотря российское кино, знакомясь с режиссерами, кастинг-директорами, продюсерами, другими артистами, кайфовать в солнечном Сочи. То в этом году минимальная поездка на «Кинотавр» обходится, да уже не любому артисту. В соточку, а то и в две соточки российских рублей. Вот что значит сокращение количества мест в кинотеатрах, на «Кинотавр», то есть повышение спроса, соответственно, повышение цены. Ту-ду! Приехали! Начался парад кинофестивалей в России, есть что посмотреть, есть чему позавидовать, потому что некоторые и даже, наверное, многие сейчас оказались в Нижнем Новгороде на открытии кинофестиваля «Горький фест». На самом деле фотографии с открытия выглядят удручающе, потому что не очень много гостей. Не знаю, по каким причинам, может быть, не рискнули, может быть, не успели, может быть, кинофестиваль ограничил, опять же, количество гостей. Количество людей на огромном стадионе, которые посмотрели фильм-открытие, премьеру «Красотка в ударе» тоже не впечатляет. И все это достаточно скромно, скромно, скромно. Но спасибо, что мы начали это движение, и все кинофестивали вышли в офлайн, кроме кинофестиваля «Короче». 17-23 августа онлайн пройдет кинофестиваль «Короче», который обычно проходил в городе Калининграде. Теперь будем смотреть все короткометражное кино онлайн. Не знаю, насколько вы дисциплинированы, но во всяком случае такая возможность есть. «Кинотавр» с 11 по 18 сентября в Сочи, «Московский кинофестиваль» с 1 по 8 октября в Москве, дальше мы перемещаемся в Киров с 8 по 12 октября «Золотой теленок», дальше мы параллельно с Кировым в Москве с 9 по 16 октября на кинофестивале «Святая Анна», то есть до ноября, до «Кастинг-бридж» в Лондоне мы можем кайфовать в России от российского кино. Впервые в рамках «Кинотавра», в рамках деловой программы пройдет питчинг сериальных проектов. Как утверждают организаторы, в своей группе на Facebook к участию в питчинге приглашены «Яндекс. Студия», «Премьер», «Море ТВ», «Иви», «Окко», «Старт» и «МТС». То есть победители питчинга сериалов смогут представить свои проекты напрямую интернет-платформам. Выживет российская кино- и сериальная индустрия. Кстати говоря, Александр Роднянский в своем инстаграм рассказал, почему, для чего и как он будет снимать сериал про порно-индустрию. Заходите к нему в инстаграмчик. Что мне тут пересказывать? Там прямая речь. «Окко» продал права на показ двух своих сериалов каналу «Стс». Это вторая на рынке подобная сделка. Телеканал «Стс» приобрел права на показ двух сериалов онлайн-видео сервиса «Окко», «Нагиев на карантине» и «Любовь в нерабочей неделе». Что я думаю по этому поводу? А не хотят ли они своих дорогих зрителей приучить к тому, как это здорово жить на карантине? На самом деле беспокоит меня в этой новости другое. Потому что ранее ТНТ приобретала кинокомпании «Среда» права на показ сериала «Проект Анна Николаевна». Я на самом деле уже не первый раз слышу такие новости. Более того, я слышала новость о том, что один очень хороший сериал, очень хорошего режиссера, который тоже снимался изначально для интернет-платформы, выкупили для премьеры на телеканале. Вырезал при этом все самое интересное. Огромная надежда на интернет-платформы в том, что у нас наконец-то появляются крутые персонажи. Те персонажи, которым не позволяло появляться телевидение. Да, канал СТС, канал ТНТ – это очень продвинутые каналы, которые наверняка не подрежут линии героев, наверняка, может быть, как-то замутируют мутюки. Но есть огромная вероятность того, что каналы опять попытаются подрезать все самое сочное и интересное. Но мы ориентируемся на положительный результат. Я очень надеюсь, что, скорее всего, через СТС и ТНТ потихонечку на Россию-1-Матушку, на Первый канал проберутся живые, настоящие герои и героини. Да будет так! Что же нам поведали поля Фейсбука и социальных сетей на этой неделе? Случилась такая история с актером Олегом Фоминым, который выложил в открытый доступ самопробы на одну из ключевых ролей в новый проект Вадима Перельмана, на минуточку некогда номинированного на Оскар режиссера. При этом актер жалуется на то, что режиссер просит у него записать еще дублик, еще одну сцену, чтобы утвердить его на одну из ключевых ролей, на что, естественно, возмутился кастинг-директор этого проекта Тони Перельман. Уж не знаю мнение режиссера по этому поводу, но я считаю, что сливать на этапе кастинга ключевые сцены со всем текстом, со всем сюжетом откровенно показывать героя – это крайне-крайне нетактично, неэтично и вообще несправедливо по отношению к авторам проекта. Актеры, не делайте так никогда! Спасибо Виктору Шамирову, который опубликовал имейл своего кастинг-директора прямо у себя на странице. На этого режиссера я подписана уже года три. А вот Роман Каримов опубликовал сразу два типажа актрис, которых он сейчас ищет. На минуточку, несколько лет назад Роман Каримов открыл актерское агентство, потому что он открывает звезд и наверняка он решил далеко от себя их не отпускать. Леджио Феликс открыла актерское агентство Леджио Аугуста и подписала эксклюзив с некоторыми актерами. По вопросам сотрудничества обращаться к агенту Анне Мирохиной. Что же по этому поводу думает общественность? Да уж, подумаешь пятьсот раз, прежде чем в Леджио отправить своих молодых актеров на пробы. Переманивают, обещая сделать из них Петрова. Ну-ну. Да уж, как все меняется, никакой профессиональной солидарности. Вот артистку, Энн, взращивали и выращивали агентство арт-бюро. В черте откуда привозили, а теперь на тебе. Не мое дело, конечно, но прям обидно за агентов, которые вкладываются годами в своих артистов. Добро пожаловать в российский кинематограф. Просто порассуждаем. Некое новое актерское агентство, прикрепленное к киностудии, достаточно известное и успешное, переманивает актеров от одного агента к себе, обещая сделать из этого актера. И, как я поняла, не только из этого актера. Обещают сделать Сашу Петрову. Я так понимаю, естественно, переманивают на эксклюзив. Ну а как по-другому? Ха! Кинокомпания «Леджио Фильм» гораздо умнее, чем актеры. Актеры, ну будьте умными. Если вам что-то предлагают, закрепляйте это хотя бы в контракте. Ну ладно, я предполагаю, что у агентов, от которых вы ушли, у вас с ними не было контрактов. Но здесь-то хотя бы, я надеюсь, вы закрепили в контракте, что через год, два, три, пять вы должны стать Сашей Петровым. Имя там поменять. Но, соглашаясь на эксклюзив, актер отказывается от гигантской части рынка кино. Потому что так или иначе, все переделено. Так или иначе, мы работаем с теми людьми, которые нам близки. В том числе, в компании «Леджио Фильм» я вообще задаюсь вопросом, кто теперь будет работать с этим агентством. Соответственно, если уж вы идете на контракт, неважно, ушли вы от агента, пришли вы к свеженьким актерам в эту кинокомпанию, думайте о том, от чего вы отказываетесь и ради чего вы соглашаетесь на такой шаг. Пермь, Крым, Калининград. Привет, дорогие актеры! К вам едет кино. В Перми запланированы съемки полнометражной картины «Одна», в Крыму пятой части фильма «Гардемарины», а в Калининград едет восьмисерийный сериал про маньяка-убийца. И тадададам! В рамках подготовки к съемкам запланированы открытые кастинги 10, 11, 12 июля. Как сообщается в группе, массовка, запятая, актеры Калининград, точка, запись на съемки в социальной сети ВКонтакте. На кастинг ищем следующие типажи и, собственно, перечень типажей. Ищите группу ВКонтакте и читайте новости, потому что на данный момент в российских регионах снимается огромное количество сериалов и полнометражных фильмов. Это связано с тем, что карантин на самом деле очень круто дал возможность регионам развернуться и пригласить к себе московские и питерские съемочные группы. Потому что Москву для съемок открывают в самый последний момент, самые крупные города, а вот в регионах гораздо раньше разрешили снимать кино. Поздравляем российскую актрису Анну Уколову, которая снимется в английском шпионском сериале. Цитата. Меня пригласили сниматься в Англию, продюсеры посмотрели Левиафан, и им показалось, что моя героиня очень натуральная, настоящая русская душа. Поздравляю Анну Уколову! Спасибо вам, Анна, за то, что теперь британские и все зарубежные кастинг-директора будут еще лояльнее относиться к российским актерам, а значит, еще больше зарубежных проектов будут приходить к нам. Мой большой друг Сергей, протагонист Сопронов, примет участие в Дне открытых дверей «Оружейный фуршет». 25 июля состоится День открытых дверей «Оружейный фуршет», где вы, все киношники, приглашены. Актеры, сценаристы, модели, ведущие, каскадеры, художники, фотографы, операторы, режиссеры – все-все-все приглашаются на этот день. Что вы можете сделать? Вы можете подойти ко всей технике, ко всему реквизиту, попробовать подержать в руках, посниматься, пострелять, пофотографироваться, испытать на себе, что такое сценическая огневая подготовка, от которой мы все просто кайфуем, потому что супер важно в кадре выглядеть профессионалом. И вот 25 июля у вас есть возможность попробовать и принять решение, хотите ли вы играть это в кино, использовать это как свой специальный навык, заходите в инстаграмчик к Сергею Протагонисту. На сегодня это все. До встречи в следующем выпуске. Жми на красную кнопку, чтобы не пропустить. Редактор субтитров А.Семкин